Зинел Габи Мамбаев внёс большой вклад в развитие детской литературы. В своих стихотворениях, повестях и новеллах он призывал молодое поколение любить свою страну, беречь природу и трудиться во благо Родины. Мама всегда поддерживала нашего отца. Она стала его первым читателем. Когда он написал первую книгу, это была объёмная работа. Он сжёг её в печи, так как она ему не понравилась. В этот момент мама очень расстроилась, удивилась, как можно сжечь десятилетний труд за одну секунду. В своих произведениях Зинел Габи Мамбаев рассказывал о сельской жизни, о своении целинных земель, о трудностях в тылу в годы Великой Отечественной войны, о нелёгком труде людей разных профессий. Зинел Габи Мамбаев с юных лет видел много трудностей. Голод 1932 года, репрессии 1937 года, война 1941-1945 года. Но он не покорился судьбе. Он занялся самообразованием и начал писать. Несмотря на все обстоятельства, он выпустил 17 книг. Сегодня дети Зинеля Габи Мамбаева идут по стопам отца и представляют читателям свои произведения. Имя хорошего не исчезнет, письмо поэта не угаснет. Вот почему наш отец всю свою жизнь посвятил творчеству. Находясь в далёком от Алматы селе Ортаколь, отец ежегодно выпускал по одной брошюре. В то время не было интернета, как сейчас. Мы были бы очень рады, если бы эти рукописные записки были отправлены по почте в Алматы, после чего сформировалась бы полноценная книга. В завершении мероприятия участники посетили выставку о жизни и творчестве писателя Кырымы Кенка Ламгер, Малика Кайрат, Дарига Куаныш, Анатолий Белонок, Служба новостей.